Героям слава! Друзья, сейчас находимся биле Верховной Рады. Видим, как нас встречает кордон наших правоохранителей. Как они рады нас видеть? Цеклая вещь, почему сейчас Верховная Рада не работает? Потому что хлопцы на Мальдивах, а мы тут стоим разом с вами. Так кого вы защищаете, хлопцы? Мы присягу кому давали? Обаку, Хороху и народу Украины. Друзья, сегодня был напад на городок. Я так понимаю, что этот напад был нашими хлопцами. Но они же не остановятся. Они будут пытаться это делать. И будут пытаться уничтожить этот лагерь, лагерь свободы, который сейчас уже почти шестой, шестой или пятый месяц здесь находится. Я не знаю, может, хоть чуть-чуть. Видим, как правоохранители защищают наших шановных депутатов. Как они вышикывались. Я думаю, чтобы такая охрана была бы очень полезна на нашем кордоне, на зоне АТО. Там, где действительно нужен защит и помощь нашим хлопцам, которые защищают нашу страну. Честное должно быть и достоинство. А не грязные руки. Тут собралось очень много людей. Они пришли с Михайловской площади. Сейчас будет такой импровизованный митинг. Как вы видите, никто это не организовывает. Потому что людям не нужна такая организация. Люди знают, почему они здесь. Они знают, почему они сюда пришли. И наши требования известны. Порошенко, отставка. Так? Скажите, пожалуйста. Трибунал, да? А вы поддержите эту требованию? Я в эфире сейчас. Вы поддержите? Не только Порошенко. Украина без олигархов. По-другому мы не выживем. Олигархов гейт. Олигархов гейт. А вы откуда? Киев? Киевская область города Березань. О, Березань. Знаю Березань. Невеликий листок. Дякую. Там у вас и учреждения есть. По дороге до дороги. Такое импровизовано. Он помогает мусору. Ну, сейчас люди собрались, чтобы высловить свою позицию о предоставке этого ганебного президента. Это импровизированный митинг. Вы поддерживаете требования о предоставке? На сто процентов. Ганьба Порошенко. Ганьба. Ганьба такому президенту. И что он думает, что он вывел всех патриотов на Майдане и на войне ошибается? Нас больше, чем он сам думает? Набагато больше. Я полностью с вами сгоден. Повностью. Вы поддерживаете остальную сорочку за людей, за народ. Вы меня поддерживаете? Так. Спасибо. Слава Украине! Героям слава! Успехов в нашем субтитре. Успехов в нашем лучшем жизни. 26 сроки. Друзья, мы сейчас на амбреозованного митинге. Біля Верховной Ради. Вы поддерживаете требования о предоставке президента? Обязательно. А вы откуда? Из Киева. Из Киева, да? Из Киева. Из Киева. Спасибо. Регулярно хожусь. Надеюсь, что в добьем. Что вы думаете по поводу этих правоохоронцев? Навіщо они там стоят, захищающих? Там навіть нікого нема. Вы знаете, что там они зараз отпустят? Я считаю, что это бездуховная молодежь, которая вообще ни совести, ни чести не имеет. Даже за кусок хлеба я бы не стояла там. И своей жизнью. Мне уже 74 года, но я презираю всю эту молодежь. Но они не знают. Вы знаете, они же не все понимают. Их, к сожалению... А что, не учились, да? Они дураки. Вот дураки такие против нас и стоят. Это люди, которые без царя в голове. И не читают ни книг, ничего. У них никакой идеологии. Они готовы убивать свой народ. Вот только и так. Ну, я думаю, что надо просто им объяснить, зачем мы здесь. Да? Сколько можно уже 5 месяцев объяснять? Я каждый раз подхожу и говорю, у тебя совесть есть? Объясняю, как ты живешь, что ты. И никто, ничего. Ну, будем надеяться, что мы не будем со своим народом это выяснять. Надеемся. Все-таки это молодежь. Она, знаете, она... Командир. Она иногда не понимает. Ей нужно, чтобы немножко как бы разъяснили, что происходит. Почему мы здесь? Какая наша... Мы же за них на самом деле стоим. Да. Кто им будет объяснять? Ну вот они слушают нас. Они слушают пятый месяц, а толку никакого нет. Помогите. На их месте надо перейти в эту ограду и искать вместе с народом. Но, видите, они это не делают. Не делают, да. Да. Поэтому надо. Ничего, я думаю, что достучимся до сердца. Достучимся. Ну давайте. Это ж наши хлопцы, все равно наши. Помогите. Наши. Наши, ваши. Дети. Дети. Это антинародная боевая единица. Это боевая единица. Друзья, зараз вот эти импровизоры... Друзья, если так нас... Так захищают Верховную Раду, коли вона не працюет, то как они будут захищать, коли вона не пешнет працювати? Это можно будет... Да, это уже не танки будут полюбовывать. Я думаю, что тут... Тут же градами будут кидать. Да. Такого и страха людей. Конечно. Тут люди простые без ничего пришли. Я думаю, что уже, напевно, нужно какие-то окопы обыдывать. Обыдывать или какие-то инженерные споруды делать. Надо ежи ставить в Верховную Раду. Вы поддерживаете отставку Порошенко? Конечно, да. Конечно, да. Конечно, да. А что вы скажете про... Да половину их. Половину. Половину. А может вообще, если менять власть, то менять полностью власть. Нема делить. Свое, не свое, лучшее, не лучшее. Все они, блядь, продажи. И все они одна жопа. А вы откуда? Откуда приехали? В Мельниччин. В Мельниччин. О, бывало там, ясно. Дуже хороший город. Друзья, мы видим, что тут импровизированный митинг происходит. Хлопцы высказывают свою позицию. Дуже много людей, которые хотят прийти на сцену и высказывать свои почутки и ощущения, я думаю, что это действительно такой настоящий, народный, открытый и щирый Майдан без никаких политических гасел, а с одной причиной, народной причиной отставки президента и его поплечников в Раде, в Кабинете Министров и других органов государственной влады. Сейчас поспілкуемся с парень, кто может что-то сказать. Можете что-то прокомментировать? Вы за отставку Порошенко? Что вы по этому приводу думаете? Ну, знаете, это, на самом деле, очень важное вопрос. Скажем так, с одной стороны, это так, а с другой, на жаль, наша протестная коалиция, она еще не представила нам ту кандидатуру, которая может быть вместо президента Попад Порошенко. И я считаю, что это очень большой ошибкой Михаила Саакашвили, что он тут был и, на жаль, не представил нам. Ну, я считаю, что он не встил, потому что у него не было времени представить такую кандидатуру, которая могла быть вместо Петра Порошенко. Ну, в любом случае, такой президент должен быть. И мы дальше уже на открытых выборах можем выбрать такую человеку. Вы же понимаете, что это процесс, так? Я считаю, что, во-первых, что мы должны сделать, мы должны не позволять таким парням быть при владе, потому что она вся с вертикалью так и работает. Ну, это так, потому что, действительно, эта система, скажем так, эта социально-экономическая формация, это уровень средневековой Европы, понимаете? Феодализм. То есть, так называемый неофеодализм. И эту систему нужно демонтировать, но мирным шляхом. И законным, мирным, законным шляхом. Да, законным, так. Друзья, сейчас очень много людей здесь, никто не планирует расходиться. А если вы где-то там поруч, приходите, поддержите нас. Мы тут, я думаю, что будет продолжаться и дальше митинг. Если вам удобно, вы можете, наверное, уже используете метод, потому что метро уже работает. Порошенко уже метро открыл, вы можете сюда добраться и будьте присутствием на целом митинге. Да, ну, я чуть-чуть не убедил. Вы поддерживаете отставку Порошенко? А я. Да? Давно пора, да? Давно пора, да? А вы поддерживаете? Да. Спасибо. А вы поддерживаете отставку Порошенко? Да, конечно, обязательно. Банду ГЭТ. Банду ГЭТ. Откуда вы? Я Киянка. Киянка, да? А вам не странно, что Киян не так против него? Руль не странно. Нет? Да, это вообще, я удивляюсь. В пенсии не знаешь, куда я притулюсь в пенсии. Я всю жизнь проработала в Киеве. Как притули? Ах, на этого притули? Так, не надо мне ответить. На заводе класса Режинчик, на хладокомбинате я работала. У меня 20 лет ночных смен. 20 лет ночных смен? Только ночных смен, 20 лет. И тогда люди работали, знаете, на совете. Сейчас компьютеры. Это факт, что я вам хочу сказать. Субсидии я категорически против них, против этих субсидий. Снижают тарифы, когда люди платят, как нужно. Я страшно ненавижу Ахметова. Я смотрела фильм, была на Майдане. И за Ахметова смотрела. Они же не спростовали, что кто-то придумал, так же или нет, как он получил остатки. Наса грабить, а там кому-то что-то выдают. Ну понятно. Добрый за чужой счет. Дякую, дякую за вашу поддержку. Я думаю, что разом мы сможем это изменить. И отдать олигархам, взагаре и разорить нашу страну. Знаете, что самое главное? Вот так ходишь, дивишься, а молодежи то мало тут. Понимаете? Достаточно молодежи. Нет, мало молодежи. Мало. Мало, да? Мало. Ну, я думаю, что с часом вона прийдет. Вона зараз на нас так дивиться, как на больше таке досвеченное поколение. Может с часом они будут больше активны. Это тревожный симптом. Украина полностью разбалансована. У меня, значит, надо мною живет психоневрологическая людина хора на туберкульоз. И в ней вона закидала полностью квартиру сметям до самых дверей. И никто не реагирует, да? Я и в Киевраду, и в больницу, и в милиции. Ну куда все семь месяцев. И никто не реагирует взагалі, да? Он же так по голове. Это хора людина. Куда не скинься. Что я скажу? У меня есть еще потолок. Это как течет. Понимаете? Дякую. Дякую за вашу поддержку. Я думаю, что с часом будем это как бы изменять. Потому что у нас с другого шли хуйноман. Мы не можем это сделать. Я не спроста вам говорю, что вы молодая людина. Я уже не такая молодая. Ну, вы знаете, что я молодой. Я думаю, вам простейше стилкуваться с молодыми людьми, чтобы их заорганизировали до таких вот протестов, как сейчас. Их надо бесспасивно все расти. У нас, чтобы вы знали, сьогодни в 26, майже больше 26 мест, происходит такая акция. Дуже много людей вышло в Харькове, в Днепропетровске. У меня ребята из Херсона знакомые. Они только что звонили, говорят. В Херсоне были, да, люди? Да, я бачу. Мои друзья звонили мне из Херсона. Мой одноклассник звонил, он там активный парень. Он там организовывает. Он звонил, говорит, что, ну, обстановка, говорит, накаленная такая, тревожная ситуация. Ничего, ничего. Абсорб не было. И хорошее тут украдут, там вставают. Насколько, на сколько, нам потребовалось сверха очи позиции, чтобы грабить свой нарк. So, спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Вот мне перед людьми скрывать нечего, ни на народных депутатов, ни на гражданину. Здесь вы сказали позицию, что нет полиции, нет нацгвардии, а есть только охрана, которая делает людей на тех, кто достоин что-то говорить, и на бомжей, на тех, кого не считают хлопцами, защищавшими Украину, и на тех, кого они не поважают. Вы не имеете права так относиться к людям, потому что вы сейчас, все ваше амуниция, все ваше благополучие, все ваши пенсии и зарплаты, это то, что люди платят в виде налогов, последнее свое. Я прошу прощения за то, что я занял много времени, просто то, что я вижу, переворачивает до глубины души. Дружи хиты, тоже Винница, подадим под глазка к сцене. Я вам даю слово, как в другом месте, в отличие от многих ораторов, считающих вас бомжами, защищал вашу страну в составе поделенной полиции. Человек, который приехал с Винницы и здесь уже, в определенной четвертый месяц. Дружи, под глазку. Сужой, отсюда! Хочу поддякувати вам всім, кто пришел сегодня сюда нас поддерживать. Но видите, как полиция делает такие даже не провокации, а по-падляцки. Когда мы пошли поддерживать вас вместе с вами на марш, осталась небольшая количество людей тут, они забегли на территорию намета. Забрали частину наших игрочей, забрали наши щиты. Это понятно, что это из команды. Да, где же повернули. Повтекали, когда узнали, что сюда идет колона, все звезды повтекали. И теперь я хочу, чтобы дальше не стоять, моя пропозиция, может у вас лучшая пропозиция, вшановать 5 героев Небесной сотни, до мемориалов, там, где они погибли. Если есть такое желание, можем проголосовать. А как щитей уже забрали, так мы в них ранее их забрали, то их не было щитей, мы в них забрали еще 17 числа. Но, ребята, смотрите, я хочу еще одно сказать. Когда мы пошли поддерживать, чтобы там не было провокации, и дедушки, которые пришли на суд Руханова, наших 37 побратимов затримали жестоко побили. И я хочу, чтобы вы были такими активными, как сегодня. Когда бы вы тогда пришли до нас и поддержали, когда побитых было 30 минут, никто не пришел. Люди, давайте с большей количествой прийдем и покажем цей владе, бандицы, кто в этой стране влада. В этой стране есть влада, это народ. Багато кто сейчас хочет каких-то активных действий. Люди, какие активные действия, подивитеся навколо нас. Когда будет нас миллион активных действий, не нужно, поверьте. Активных действий не будет, не нужно, потому что они сами втечут. Так же, как втекли сегодня, когда мы пришли несколько тысяч сюда, они втекли. Так же, как мы пройдем всю Киев, миллион, они из Киева втечут. Но на сегодняшний день мы сейчас не готовы с ними, чем смазываться, чем что-то. Мы реально оцениваем свои вещи. То я пропоную сейчас пойти и экспонировать полегших на Майдане. Есть пропозиция женщины, могу дать микрофон. Она говорит, что центром сбора, центром силы есть это место. Я поддерживаю это. Мы четыре месяца здесь живем. И те, кто хочет что-то сказать, подсказать, как делать, приходите сюда. А не рассказывайте сегодня, что делать, кого там, что-то там с ним делать. Если есть идеи, готовы их поддерживать, готовы их поддерживать. Долучайтесь. Места для всех хватит. Мы никто ничего тут не захватывал, а не приватизовывал. И будем проходить крізь Банкову, скажем, цьому пидарасу, что он пидарас. Я сейчас иду мимо Панковой, чтобы сказать пидарасу, что он пидарас, и мы с пловцами хотим вспомнить в 2014 год, почтить памяти местной сотни. Поэтому сейчас я уложу к геанске за цветуту Богу, потому что когда нас мало, они чувствуют себя царями, царями, царями и наглеем. И много хлопца прошло через тюрьму, очень радящие. Я сейчас с моими хлопцами, с всеми противниками, иду мимо Панковой, скажу все, что думаю про Женка, и идем с правдой памяти местной сотни, чтобы иначе кто-то ждет. И отпустите, кто-то ждет. Друзья, я просто информую, что когда происходил наш марш, полиция, использовав эту ситуацию, пыталась уничтожить частину наметового местечка, которое здесь находится уже 5 месяц, и забрала некоторые вещи, ну, взагалі повела себя не очень честно. Привет. Привет, дружище. Вот, и я думаю, что это еще одно подтверждение, как зухвала и беззаконно поводится, на жаль, полиция в этой ситуации, который использует наш мирный марш для того, чтобы зачистить, как они говорят, эту территорию. Сейчас люди собираются, идут по адміністрации президента, а дальше я буду восстановить память загибших 2014-го року, память героев Небесной сотни. Слава Украине, друзья! Продолжение следует...